Мне было бы интересно вас узнать, как вы видите свое будущее в журналистике в ближайшее время, кем бы вы хотели работать и где? Я даже не знаю, пока что я еще даже не совсем определилась, но в любом случае, мне кажется, было бы интересно. Мы уже говорили, что уже в ближайшее время пытаться куда-то уже начинать практиковать. У нас, например, в школе хотят запустить от школы газеты. У нас есть именно журналы, но это скорее скорее рекламные, а у нас учитель хочет сделать именно газету, где поднимать какие-то, может быть, и социальные проблемы, и именно вот видение очень любого взгляда на какие-то проблемы в современном мире, которые происходят. Мне кажется, можно было бы начать там, писать какие-то статьи, они же, ну, в общем, касаются мнения людей. Можно куда-то потом в районные газеты, какие-то статьи куда-то посылать и так, и дальше. Нет, я на самом деле говорю, это вот, ну, не знаю, то ли про проблемы в возрасте, может быть, вы с этим не сталкиваетесь, но я просто про себя, да, скажу, что мне вот всегда казалось, ну, тогда, что вот это все страшно, а как я задам, а как я напишу, а что мне скажут. А на самом деле, по итогу, когда ты вот переступаешь вот этот, ну, страх, вот этот барьер страха, оказывается, что очень, то, что ты написал, очень всем очень нужно. Даже если там есть какие-то ошибки, тебя поправят, для этого есть, ну, специальные люди старше, опытнее, но вот все равно вот этот шаг, не надо бояться, не надо бояться того, что тебе первый раз откажут. Я не первый раз откажут, если я первый статью для журнала, а то, не знаю, ну, раз 15 переписывал. Ну, все, ну, все, я бездарность, ну, не может быть, ну, как можно 15 раз там вот на полстранице написать. Но, на самом деле, по итогу, потому что очень там проявила, и потом, там, через время, через месяц, через два, вообще ни одного слова в моей статье не меняли. Их просто отдавали в печатку только так. Но для этого нужно практиковаться, без этого не надо, и не надо бояться ошибаться. Все люди и все совершают ошибки, и вы вообще послушаете там, да, у нас до сих пор, там, не знаю, на телевидении ведущие делают ошибки. И они говорят, что это правильно, как должно быть, конечно, так не должно быть, но они совершают, они не боятся почему вот этого делать, почему вы должны бояться. Я тоже не могла сначала определиться, чего же я хочу. Вот, а когда я попала на телевидение, оно меня прямо реально очень быстро затянуло. Там время идет немножечко по-другому, там нет времени долго подумывать, но обычно все нужно еще вчера. Вот, и когда ты попадаешь вот в такой ритм, он, ну, меня лично очень быстро засосал, да, и я вот начала в этом ритме жить. Мне все это очень понравилось. Я говорю, сначала был один проект, потом другой. Вот они просто один друг за другом пошли. И, как бы, это телевидение даже не оставило мне права выбора. Ну, как бы, условно говоря, там. И в какой-то момент, вот, когда у меня там были, даже, ну, появились прямые трансляции, и у меня даже была возможность долгое время, там, где-то полгода назад, я вообще не работала нигде на постоянной основе, занималась просто проектами, тот же Сочи, там, разных, их много бывает, это кайфово. Тебе не нужно никуда вставать рано, ты сам себе, там, хочешь этот проект делать, интересен он тебе, ты его делаешь. Я по-разному себе. То есть, я иногда где-то, я пишу, там, для каруселя сценарий для детской программы «Утренняя почта» и «Горячая десяточка». Вот ребята меня приглашают к прямым трансляциям. Есть еще какие-то проекты. Часто реклама, там, не знаю, прям буквально вчера писала вирусный ролик для компании «Виза». И я в какой-то момент даже подумала, ну, классно, никуда не особо не надо ездить, ты сам строишь свой график. Но я вот привыкла еще с пятнадцати лет, и я прям чувствовала, что мне чего-то не хватает. И поэтому я сказала, нет, я не могу, я хочу все равно, чтобы у меня было телевидение в моей жизни, и я все равно пойду, пускай там, ну, пока вот так, да, буду заниматься этим проектами, не буду бросать полностью, постараюсь совместить и то, и другое, но все равно телевидение меня не отпускает. Мне кажется, нужно очень любить, ну, телевидение, чтобы там работать. Если человеку там не понравится, он не сможет там быть, потому что вам придется там быть чуть больше времени, чем на обычных работах. Вам придется иногда отказываться от праздников и выходных и ездить на какие-то важные съемки. И это может делать только тот человек, который любит свою работу. Потому что тому, кому это не в кайф, это, конечно, и это потом еще и на результатах работы очень сильно складывается. И мне очень нравится работать с изображением и с картинкой. То есть их можно менять и рассказывать таким образом какую-то историю даже, то, что события происходят друг за другом, и их надо показать в определенном порядке, чтобы люди были в этом заинтересованы. – Ну, это режиссер, какая тоже прекрасная телевизионная профессия. Очень интересно на построении картинки, о том, как правильно донести информацию не только через звук, да, или через то, что говорит корреспондент, или там ведущий, или говорит закадровый голос диктора. Но это еще всегда должно быть очень здорово сделано с точки зрения картинки. Вы знаете, очень часто бывают такие ошибки, смотришь, да, когда абсолютно 100% картинка совпадает с тем, что говорят. Это странно, но картинка, она не должна дублировать полностью то, что говорит, она должна дополнять, а иногда говорить даже чуть больше, чем слова. Это очень интересно, да, и если нравится, то тоже очень рекомендую посмотреть, ну, как бы вот, смотреть на разные программы с точки зрения именно построения кадра. Сейчас очень много разных эффектов используется. Можно в монтажных разных программах посидеть. Давай продолжим, ну, как ты себя видишь в журналистике дальше? Пока я еще перешло, поскольку, когда просто открываться хочется и работать. Есть какой-то, если бы ты хотел быть ведущим, ты хотел быть корреспондентом. Я больше работаю в кадре, именно в кадре. А много ты практикуешь сейчас, например, ты работаешь кадрово сейчас? Ведешь на какой-то свой видеоблог? Вот. Ну, я бы себе, если для тех, кто хочет работать в кадре, я тебе советую. Обязательно работайте на камеру, потому что это очень разная история про работу на камеру и работу с аудиторией. Это очень важно, научиться работать на камеру. Вот знаете, я такой тоже вроде бы артисты, люди, которые выступают со сцены. У них не всегда получается работать с камерой, потому что их в театральных вузах немножко учат по-другому наносить аудиторию. И вот есть как бы такие три пути, когда человек с тобой совсем близко разговаривает, ты же не будешь кричать на камеру. Или когда человек не находится с тобой совсем на расстоянии, например, если это выступление на сцене, мы, наоборот, делаем больше посыл, мы смотрим туда, не на первое, все равно стараемся чуть-чуть, чтобы зацепить все аудиторию, работаем. Камера как раз другая. Здесь нужно найти вот этот баланс между совсем тихим голосом и порывным выступлением со сцены, да, это должно быть что-то среднее, что-то не должно быть скучным, но не должно быть слишком переигранным. И обязательно вы должны представлять того человека, который находится по ту сторону экрана, кому вы это пытаетесь донести. Это очень важно. Никогда не говорите в пустоту, тогда вот эта история с ними, с жестами, она будет очень хорошо обрабатываться. Я советую вам обязательно записывать самих себя или просить кого-то записать и смотреть, как это выглядит. Потому что первые разы вам будет казаться, что это чудовище. Просто, ну, там, голос будет не нравиться, там, как у себя, ну, и вы будете видеть, какие ошибки, да, там, асанта, например, да, как человек сидит. Какие у каждого человека, вот, профессионального, там, журналиста спросить, у них обязательно есть своя рабочая сторона, да, потому что они уже всегда со всех сторон рассмотрели и знают, с какой стороны ему уже встать, да, там, Татра, Турс или так далее, да, и вы должны свои преимущества обязательно тоже знать. Поверьте, если вы придете на каком-то, там, интервью или вас позовут, там, участвуют в работе, корреспондент, вы придете, там, и скажете, а я, вы знаю, я хочу так, так записывать, так вы получите лучше, все оценят то, что вы, как-то, ну, вы знаете вот эти свои преимущества. Например, ну, или документальные какие-то политики, то есть, ну, не политические, не политические. Ну, вообще сейчас политика очень сложная на самом деле, это такая очень сложная история, все за свободу слова, да, и, кстати, вот, такой, сейчас может быть не совсем тема, но для меня это тоже было такое. В прошлом году он журнал, Владимир Георгиевич всегда говорил, плохо тот журналист, которого не хотят убить. Мне это засело в голову, мне всегда на первых порах хотелось поехать в какую-нибудь горячую точку, там, все снимать, вот, но вот так получилось, что мне вообще совершенно другую историю занесло, и, конечно же, и в своей тематике может быть хорош тот журналист, но вот такая история настоящей журналистики, как это у меня сложилось в голове, да, вот, журналиста такого матерого, да, это, конечно, все равно такая работа сложная, тяжелая, и даже, может быть, конечно, сейчас в наше время, там, не все вас хотят убить, да, там, но про политику сложнее, там, про экономику тоже есть какие-то свои нюансы, но все равно, вот, я говорю, вы будете ставиться со сложностями, не бойтесь. Продолжение следует...